Диспансерное наблюдение Диспансерное наблюдение Диспансерное наблюдение Что это такое? Это профилактический медицинский осмотр и определенные обследования, которые пациент проходит у нас, как правило, в поликлиниках по месту жительства Кому нужно пройти диспансеризацию? Кто подлежит диспансеризации? Это уже, как правило, проводится с целью уточнения, подтверждения каких-либо уже диагнозов Диспансеризация сама, это же не просто выявление каких-то заболеваний, а это, я считаю, что самое главное, вы это подтвердите, выявление факторов риска заболеваний Конечно, потому что факторы риска и вообще хронические инфекционные заболевания, именно они играют осому и делают весомый вклад в смертность населения Факторы риска, к сожалению, присутствуют у многих людей, они у нас есть у каждого, вот у кого-то больше, у кого-то меньше, они, конечно, очень необходимы И иногда именно выявление факторов риска и их коррекция предотвращает развитие какого-либо хронического заболевания То есть это важно очень, что коррекция именно, то есть каждому человеку индивидуальный подход идет, и у каждого выявляются факторы Совершенно верно, поскольку факторы риска у нас с вами индивидуальны, то и подход к пациенту будет совершенно индивидуальный Конечно, во время этого выявляются и какие-то хронические заболевания, бывают порой достаточно, может быть, простые А бывают, выявляются и сложные заболевания, и если это выявить на ранних стадиях, к примеру, ну, самое, наверное, может быть страшное, это онкозаболевания То, безусловно, лечение онкозаболеваний, оно как бы на ранних стадиях более приветствуется и действительно дает более лучший прогноз Надежда Николаевна, а вот какие-то, может быть, есть сейчас нововведения какие-то, да, или какие-то, ну, вообще, новшества Вот именно в диспансеризации именно 2022 года, что-то можете сказать? Вы знаете, каких-то особых новшеств не было Нормативный документ, он у нас обновился в прошлом году, в 2021 году Вот, и именно с 2021 года, с июля 2021 года у нас пошла углубленная диспансеризация Это достаточно новый термин, несмотря на то, что широкое освещение идет в средствах массовой информации Но, тем не менее, это углубленная диспансеризация Многие задаются вопросом, что это такое? Это диспансеризация лиц, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию Она более расширена, то есть у этих лиц более широкий спектр обследований Как правило, направленный на выявление последствий перенесенной коронавирусной инфекции Ну, Наша Николаевна, вот тогда, раз уж коснулись мы тему углубленной диспансеризации Скажите, пожалуйста, какие ее результаты? Ну, она началась в июле 2021 года, да? Вот, какие результаты? Сейчас мы уже можем сказать, что результаты какие, да? И какое количество населения прошло именно углубленную диспансеризацию После перенесенной коронавирусной инфекции? Конечно, углубленную диспансеризацию, по сути, мы и не останавливали На данный момент у нас уже прошло более 25 тысяч Это достаточно весомая цифра И, конечно, основа это все-таки предупреждение последствий новой коронавирусной инфекции Не случайно идти обследование Ну, самое, наверное, может быть, простое И, тем не менее, это сатурация То, что проводит доктор Это сперметрия, рентгенография органов грудной клетки, если это необходимо Общие анализы крови, биохимические анализы крови И самый, наверное, многочисленный такой вопросный момент Это исследование Дэдди Мера Единственное, сразу хочу оговориться, что исследование Дэдди Мера Все-таки не всем подряд, а именно лицам, перенесшим среднюю и тяжелую степень Новой коронавирусной инфекции И уже это первый этап И уже, если есть необходимость По результатам первого этапа Мы назначаем второй этап На котором также уже мы смотрим И дополнительные методы исследования И, конечно, достаточно часто Если уж мы направляем на второй этап То выявляем последствия новой коронавирусной инфекции То есть углубленная спонсоризация, она тоже проходит два этапа Да, она также, совершенно верно Она также проходит в два этапа Конечно, не могу сказать, что второй этап необходим всем Далеко не всем Однозначно, конечно Но, тем не менее, определенный процент пациентов у нас, конечно, направляется на второй этап Ну, то есть уже на втором этапе, как вы уже сказали То есть выявление уже какой-то патологии после коронавируса Да, конечно Какая наиболее часто патология все-таки выявляется? Вы знаете, конечно, патологии много и разных Если мы берем тяжелую степень То это, как правило, пациенты, находящие иные ВЛ То там идут и поражения легких То есть органы мишени, да? Да, органы мишени Но достаточно частые вопросы Это вопросы тромбообразования Поэтому не случайно дедимер берется в средней и в тяжелой степени Ну, а если мы берем легкую степень То, конечно, это идет и слабость, и утомляемость И какая-то другая симптоматика идет И бессонница, и головные боли И у женщин очень часто И женщины, именно женщины отмечают выпадение волос То есть симптоматика очень разнообразна Другой вопрос, что при легкой степени Конечно, эти симптомы с течением времени Они уходят, гаснут Где-то нужна медикаментозная коррекция А где-то, как правило, достаточно просто Нормализации здорового образа жизни Мы с вами говорили уже, что Несмотря на то, что мы с коронавирусной инфекцией Более-менее так справились Все-таки, я считаю Но отголоски еще есть И пока расслабляться еще рано И вот именно те, кто переболели Коронавирусной инфекцией Я сейчас очень надеюсь, что телезритель, который нас услышит Сейчас и увидит Все-таки, кто подлежит, получается, угодной диспансеризации Именно по срокам, давайте тоже обозначим То есть это же определенный промежуток времени должен пройти Да, конечно, совершенно правильно Мы не смотрим пациентов Углубленную диспансеризацию сразу Непосредственно после выписки Переболело сразу? Да, конечно, нужно, чтобы прошло время Все-таки вот этот период у нас составляет Два месяца Ну, если говорить точно, то это 60 дней Ну, не менее Да, не менее 60 дней и уже потом И, конечно, приоритет мы отдаем тем пациентам У кого много различной патологии Или, как мы говорим, коморбидная патология И сейчас также немаловажно Мы стали отдавать внимание тем лицам Кто не обращался за медицинской помощью Два года и более Это тоже очень важно Понятно Ну вот, и даже сейчас вот я хочу тоже, чтобы вы об этом сказали Надежда Николаевна, да, что В принципе, вот прям подтверждение, да Вот, как говорится, лабораторного, да Что человек переболел коронавирусной инфекцией Для того, чтобы он пришел в углубленную диспансеризацию Сейчас не требуется, да? Конечно, согласно Желательно, конечно Да, конечно, нам желательно обследовать того пациента У которого действительно это подтверждено Вот, хотя бы даже для того, чтобы посмотреть Именно остаточные явления, есть они или нет Но если человек считает, что он переболел Но если пациент, да, переболел А в пик заболеваемости таких было много Конечно, то есть, согласно нашему нормативному документу Пациент вправе прийти в поликлинику И пройти углубленную диспансеризацию Но он должен оставить заявление в администрации О том, что он желает ее пройти Ну вот такие вот немножко документальные у нас проволочки Ну я, насколько знаю, значит, что у нас, в принципе Столько было проведено работы предварительной, да Чтобы вот эта углубленная диспансеризация Совершенно верно Охват получила, да? Вот, в том числе и благодаря вам На самом деле же мы заняли первое место В Приволжском федеральном округе, да? Да, совершенно верно Да, мы заняли первое место В Приволжском федеральном округе Скажу больше Мы в пятерке лидеров по всей стране И уже за первый квартал Практически мы также лидеры в ПФО Вот, то есть мы стараемся Мы понимаем, насколько это важно Пройти именно тем лицам, которые переболели Вот этой новой коронавирусной инфекцией Ну раз мы об этом заикнулись, да Что вот люди откликаются все-таки, да Вот ульяновцы, жители Ульяновской области Откликаются на углубленную спонсеризацию Приходят, то есть думают о своем здоровье Все-таки уже вот этот Все-таки началось такое, да, движение Что человек начинает задумываться Вот, и я хочу сказать о том, что вот на самом деле Вот что должно все-таки вот сподвигнуть человека Вот как, ну как, другим словом, как можно убедить человека Чтобы он пришел, чтобы он задумался о своем здоровье И показать ему, что это все просто, очень доступно Вот как? Вы знаете, конечно, убедить человека, который желает пройти Это достаточно просто Очень сложно, когда пациенты под различными предлогами Отказываются пройти К сожалению, многие Слово диспансеризация Почему-то себе представляет, что это обследование с головы до ног Нет, это скрининг И если у пациента находятся проблемы И если пациент уже пришел к врачу Конечно, и волнует какая-то определенная Определенная, может быть, у пациента есть жалоба Конечно, это повод, это визит к врачу-терапевту А здесь нужно это тоже понимать Это скрининг, это широкое массовое обследование То есть, вот здесь есть разница Потому что очень часто, что чего-то им не хватает Диспансеризация, какого-то вида обследования Ну, давайте тогда прямо скажем Прямо вот четко, да, без всякой утайки Сколько по времени занимает, например, первый этап? Это 30 минут, да, не больше? Ну, первый этап, он даже, может быть, иногда и не 30 минут Даже меньше Основной период времени, как ни странно, тратится у нас на анкетирование То есть, когда пациент сам отвечает не спеша на все эти вопросы Поскольку первый этап – это анкетирование у нас с вами Это антропометрия или, по-другому говоря, рост и вес, индекс массы тела Это забор сахара и холестерина Это, конечно, в некоторых случаях электрокардиограмма Где-то общий анализ крови То есть, сама процедура достаточно быстрая И потом беседа с врачом же Да, а потом по результатам уже идет беседа с врачом Конечно, очень бы нам хотелось отделение или кабинета профилактики Полностью, чтобы были укомплектованы полностью Но ковид внес свое коварное ограничение И многие сотрудники были или привлечены как раз по работе с ковидной инфекцией Либо просто, может быть, в силу уже своего возраста ушли И вот, конечно, определенный дисбаланс есть Но, тем не менее, мы стараемся уложиться все-таки в один рабочий день Ну, Надежда Николаевна, давайте скажем, куда нужно обратиться Если человек хочет пройти диспансеризацию Вот он пришел, да? Куда ему нужно обратиться? Да, конечно Какие документы нужно с собой взять? Вот давайте об этом прямо... Конечно, да, действительно, пациент у нас... Кто-то обращается в регистратуру, кто-то куда угодно Но, как правило, в любой поликлинике существуют кабинеты или отделения профилактики И обращаться нужно сразу туда, минуя очереди просто к терапевту Чтобы пациенты не стояли к терапевту в очередях Ну, а документы, как обычно, у нас самые простые Это паспорт удостоверения личности И, конечно, страховой полис Вот, все, больше нам ничего не нужно Мне хотелось бы сказать, что не только участковая служба, участковая сеть Приглашает на диспансеризацию Но и страховые компании И мы получаем смс Вот я получал, например, смс о том, что мне нужно пройти диспансеризацию Надо сказать, не один раз Очень удобно Да, это очень удобно И это действительно работает Потому что далеко не все могут И мне хочется отметить, что мы можем планово сами записаться Естественно, через сайт госуслуг Выбрать раздел углубленной диспансеризации Или общей диспансеризации И записаться на определенное время В любое лечебное учреждение Это работает И многие, особенно, когда коронавирусная инфекция была высока Выбирали такой метод Это тоже удобно Нажина Галановна, давайте еще тогда скажем Есть еще профилактические медицинские осмотры Вот все-таки чем они отличаются от диспансеризации Ну, хотя бы там в двух словах Могу сказать, что профилактический медицинский осмотр Положен тем лицам, кто не попадает в год Условно говоря, как мы уже сказали С 18 лет каждые 3 года То есть мы с вами понимаем, что это 18 и 21 год А что делать тем, кому 19 и 20 лет Да, возникает вопрос И именно в этот период времени Проводится профилактический медицинский осмотр По объему исследований он ничем не отличается От диспансеризации практически первого этапа Но проводится он просто одним этапом То есть, уважаемые телезрители, ваша задача просто прийти Да, ваша задача прийти Потому что не важно, сколько вам лет И если у вас есть действительно желание Пожалуйста, мы с удовольствием проведем вам Либо диспансеризацию Либо профилактический медицинский осмотр Просто диспансеризация, наверное, сам термин Он более на слуху И мы им все-таки более любим оперировать в разговоре Надежда Николаевна, а вот еще есть такое Ну, я не знаю, это проблема, не проблема Наверное, все-таки можно назвать это проблемой Вот как все-таки мотивировать работодателей Чтобы они своих сотрудников отпускали на диспансеризацию И вот действительно предоставляли им это время Сейчас я знаю, что более лояльно И работодатели тоже прониклись этой темой Да, согласна И работодатели прониклись И в трудовом кодексе у нас тоже есть определенные нормативные поправки И паспорт здорового предприятия тоже действует Конечно, и паспорт здорового предприятия Но, наверное, все-таки работодатель должен подумать о том Что ему нужен здоровый сотрудник Это в первую очередь И любые материальные издержки Листа нетрудоспособности Я думаю, что все-таки легче предупредить Нежели чем выплачивать лист нетрудоспособности И работодатель должен показать пример Пример свой То, что он прошел диспансеризацию Вот тогда, может быть, это как-то будет более работать Но я еще раз повторюсь Все-таки, если пациенты хотят Они находят всегда время Безусловно, у нас есть и в субботне время проведения диспансеризации Но пример личный руководителя Он все-таки намного сильнее стимулировать Конечно Я тоже практикующий врач Я тоже могу даже свой пример сказать Сейчас мы можем до конца программы Приводить примеры Когда действительно диспансеризация Выявила и факторы риска И начальные заболевания Онкология первой, второй стадии То есть сердечно-сосудистые заболевания Сахарного диабета Сахарный диабет Конечно, это вообще просто И когда, на самом деле, это происходит на ранней стадии Но излечение практически Вот если взять онкологию первой, второй стадии Вот мы разговаривали с онкологом Он сказал такую фразу Что стопроцентное излечение Если это первая, вторая стадия практически Конечно, я согласна полностью Потому что в объем исследований Диспансеризации Входит так называемый онкоскрининг И онкологи знают о нем Маммография тоже Маммография, кал на скрытую кровь Вроде бы примитивно Но тем не менее Узи предстательной железы На онкомаркеры По заболеванию предстательной железы То есть вот такой вот Есть как бы и боли и дальше Но вот этот минимум Он достаточен Достаточно для того, чтобы что-то выявить И конечно, это будет что-то не очень хорошее Ну конечно, поэтому очень хочется Чтобы действительно Вот сегодня нас люди услышали И действительно задумались о том Что здоровье Это в ваших руках Медики, мы всегда рядом Мы всегда поможем Поможем выявить Поможем направить Правильно сказать Дать рекомендации Но все-таки человек должен сам думать О своем здоровье Конечно, да Это просто необходимо Это, я еще раз говорю Невозможно заставить Из-под палки Что-либо сделать Но хотелось бы Вернуться, так сказать В доковидное время Когда действительно Пациенты сами Очень много Приходили на диспансеризацию Это был тот период времени Когда мы вот С благодарностью Их Как бы Были им благодарны За то, что они пришли За то, что они выявили И даже по статистическим Всем показателям Это действительно так Ну, Наталья Николаевна Еще вот Диспансеризация тоже Ну, в том числе И наша программа, конечно Я считаю, что поможет Да, вот услышать Донести до людей Но как вы считаете Вот вообще Какие-то, может быть Пропаганда, да Вот агитация Диспансеризация Они необходимы Вот в наше время Ну, вы знаете Конечно, помимо вашей передачи Приходится выступать Многим Не только мне И врачам Действительно практикующим Выступать Вот в различных Конечно Столько, сколько сейчас Наверное Средств массовой информации Это и интернет-пространство Это и газеты И журналы Остались В общем-то И такой вид Мы выступаем везде Очень много Очень бы хотелось Что Если есть вопросы Лучше задать непосредственно Может быть Это в той поликлинике Может быть Это нам В формате вопросов Если есть какие-то вопросы На самом деле Очень много информации Очень Давайте еще поговорим О диспансерном наблюдении Вот Насколько Долго оно продолжается Вот выявили Какую-то патологию Какой-то диагноз Поставили Человеку Сколько он находится На диспансерном наблюдении С чем вообще ставит На диспансерном наблюдении И каков его эффект На самом деле Конечно Качественно проведенная Диспансеризация Как мы говорим Не для галочки Она конечно В идеале Должна заканчиваться Почти у всех Почти у всех Уговорю Это наблюдение Лиц У которых Уже есть Какие-то хронические Заболевания И мы не просто Наблюдаем А мы должны Предотвратить В первую очередь Обострение Которое Иногда Может Запустим Повлечь с собой Какие-то острые Как правило Сердечно-сосудистые Катастрофы И к сожалению Смерть пациента Поэтому Диспансерное наблюдение Как правило У нас Пожизненное Кто подлежит Диспансерному наблюдению Конечно У нас Опять же Существует Нормативный акт Кто Подлежит Диспансерному наблюдению Но если говорить Более просто Это Практически Все заболевания Сердечно-сосудистой системы Бронхолегочные системы Желудочно-кишечного тракта Сахарный диабет И хронические болезни почек Это вот такой большой букет Который подлежит Наблюдению По Кратности визита К доктору Конечно Это не менее Двух раз в год И Зависит от нозологи Да И основное Конечно Это заинтересованность И пациента И медицинского работника Чего Греха таить Факты есть У нас Различные Вот Но Приверженность Именно к медикаментозному Лечению Пациента Играет здесь Просто огромную роль А вот Поскольку во время Обычных визитов Они Визит он Такой же Как и визит К доктору Когда уже доктор Корректирует Назначенное Медикаментозное Лечение И Назначает Той или иной Обследование Который Считает Нужным В определенной Ситуации Группа здоровья Вообще В зависимости от Группы здоровья Мы же не будем Сейчас Потому что Это все-таки Такой Касающийся Медицинский термин Это врачи Знают Эти группы здоровья И в зависимости От группы здоровья Уже человек Наблюдается Дальше Диспансерно И кратность И все прочее Совершенно верно Да Установив Группу здоровья Дальше Уже устанавливается Диспансерно Наблюдение И индивидуально Уже доктор Непосредственно Говорит Как и что Уже будет Общаться с пациентом То есть Главное Человеку выполнять Уже рекомендации Обязательно И обязательно Если доктор Приглашает На прием Обязательно Прийти Найти время Мы понимаем Что это сложно Особенно работающему Населению И тем не менее Найти время И прийти И если у вас Возникают какие-то Вопросы Опять же По медикаментозному Лечению Не нужно ждать Что когда-то Вас кто-то пригласит Потому что ситуации У нас бывают различные Лучше сделать Все-таки Лишний визит К врачу Ну да Даже вот человек Приходит Прием к врачу И говорит А можно я пройду Такой-то анализ Или такой-то И когда начинаешь Предлагать диспансеризацию И говоришь Что она себя представляет Человек с удовольствием Соглашается И приводит Чего родственников своих С удовольствием Соглашается Поскольку У нас такое время Что каждый из нас Должен знать Уровень холестерина И уровень сахара Так же Как уровень артериального давления Ну вот Охват диспансеризации Да Даже судя из нашего разговора Он конечно Хотелось бы очень Чтобы он был такой Максимально широкий И чтобы Как можно больше людей Прошло его Да Вот Мобильные комплексы Да Вот они были По национальному проекту Здравоохранения Приобретены Значит Вот они Выполняют свою функцию Вот села Поселки Значит Тоже ведь хочется Чтобы все жители Действительно Ульяновской области Совершенно верно Да Конечно Если в городе Есть доступность И пациент в состоянии Сам прийти То уже в сельской местности Как раз мы используем Мобильные фапы То есть возможность Такая есть Да Конечно И вот именно Мобильный фап Приезжает в то село Где к сожалению Очень часто Не бывает Стационарного фапа Но наполнение Вот этой машины Они весьма Они весьма проходимы И мы конечно Используем С большим удовольствием Иногда бывает Так что мы Используем Еще и мобильные Флюрообследования Флюроаппарат Когда мы идем И иногда Маммографии То есть у нас Тоже есть мобильные Наша Николаевна Ну вот все-таки Еще возвращаясь К теме Вот сам диспансерный прием Вот что все-таки Он из себя представляет Вот человек У него выявил Какая-то патология Ну диспансерный прием Он в принципе Не отличается От любого От другого приема Единственное Это может быть Более удобная форма И врачу И пациенту То есть врач Те же динамики уже Поскольку врач Отслеживает динамику И пациент Как бы В беседе с врачом Говорит О своем самочувствии За прошедший период Это очень важно И когда таких визитов Будет уже несколько И у пациента И у врача Во-первых Складываются И доверительные отношения Абсолютно И врач видит Со стороны пациента Заинтересованность Контроль за своим здоровьем Поэтому это как бы Только будем приветствовать То есть А как-то кардинально Отличается Нет Они не отличаются От обычного визита То есть получается Что прогноз Да Уже зависит прогноз Самого заболевания Который выявился Совершенно верно У человека Да Там дается прогноз Дается определенное Еще раз повторюсь Обследование Вот И по им результатам По определенным Целевым значениям К примеру Целевое значение Артериальное давление Мы уже видим Достигли мы Какого-либо Нашего Эффекта От лечения Или нет Ну и по традиции В заключение Наши программы Какие-то добрые пожелания Нашим телезрителям Жителям Ульяновска Ульяновской области Ну конечно Всем хочется пожелать Здоровья Потому что Наша профессия Такова Что мы Стараемся Лечить Заболевания А мы все-таки Желаем здоровья И не забывать О том Что Любое заболевание Легче Профилактировать Нежели Чем Лечить То есть Профилактика Должна составлять У нас Основу Нашей жизни Спасибо большое Надежда Николаевна Спасибо Спасибо большое Ну что ж Вот такой интересный разговор У нас сегодня получился Я всем желаю здоровья Всем желаю удачи Успехов Берегите себя До новых встреч Ваш доктор Смирнов